Лаваш томатный, лаваш сырный. Субтитры создавал DimaTorzok 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 И внутри здесь на самом пакетике тоже есть желтенькое А есть лимон Правда чуть-чуть его совсем Один кусочек всего Но он есть Он есть Открываем аккуратно Так Вы тоже наливайте себе чай Или может быть я угощаю вас Сегодня я решила пить из своего любимого стаканчика Кладем в пакетик И заливаем его горячей водой. Та-дам! Так, теперь мы с вами перейдем к нашему подарку. Что же мне подарили про чай, я отдельно расскажу. Он, видите, вот так запакован пищевой пленкой. Давайте ее распакуем. Так, распаковали. Был запакован очень неаккуратно. Наверное, скорее всего, это запаковывал какой-нибудь мужчина. Или какая-нибудь неаккуратная девушка. Если вы меня смотрите без обид. Так, знаете, когда я его получила, я была вот так вот закрыта. И я увидела только вот так вот нижнюю часть. И вот здесь вот там, с какой она там стороны. А, ну и вот с этой стороны ручку. Мне показалось, что это какой-то маленький чайник. Когда я получала, я подумала, наверное, у них не было коробок. И они положили мои весы в другую коробку, скорее всего. Как будто она еще там скачет, наверное, нам слышно. Когда я пришла домой, у меня был там документ. И в нем написано совершенно другое. И цена. Цена 1190. Стоит. Вот. Да, там ручной отпариватель. Я подумала такая, блин, зачем мне ручной отпариватель? Что я буду им отпаривать, блин? Если бы еще был чайник, еще маленький чайник. Хотя, честно, мне не нужен. Ну, как-то ладно, так это. Весы, блин, я на весы надеялась, честно. А там в итоге отпариватель. Ну, отпариватель там потому, что, наверное... Ну, что ж такое. Ладно, потом посмотрим. Так, давайте посмотрим. Он розовый, прикиньте, он розовый. Он нежно-розовый, обалдеть, просто. Здесь снова листочки. Ой. И мне еще вдобавок пришла, смотрите, что. Это не наклейка какого, господи, магнитик. У меня один магнитик уже на холодильнике есть. И будет еще. Знаете, пока я тут перебирала... Вернее, пока я открывала, я подумала, что, скорее всего, там должны быть такие же листочки про YouTube, снять обзор какой-нибудь и получить подарок. Вот, наверное, это поэтапно. Вот так вот можно снимать, снимать и получать бесплатную вещь. Ну, сейчас посмотрим, кстати, с вами. Не факт, не факт. Так, кладем сюда. Какой маленький. Ай. Не уронить бы. Это закровище. Так, а, ну да, вот он, квадратик, здесь розовый цвет, я даже не заметила. Так, у нас здесь мощность 600 Вт, 100 мл воды. Так, вес 70, 700, 700 грамм. Такая коробка очаровательная. Так, здесь у нас в комплекте идет щёточка какая-то такая. Хорошенькая. И, конечно же, сам отпариватель. Пахнет всё это так. Из кнопки, что ли? Слушайте, он такой прикольный. Такой классный. Я, кстати, ещё относительно недавно что-то думала о отпаривателе. Думаю, блин, иногда он нужен, реально нужен, когда гладить лень. То есть, это, бывают такие вещи некоторые, они какие-то мятые. То есть, её постираешь, вроде всё, погладишь там, а она всё равно мятая. Думаю, да что ж такое? Думаю, ну что это за ткань такая? Думаю, может, отпариватель бы справился? Думаю, надо подумать о отпаривателе. Наверное, думаю, он бы справился. Может быть, она не такая мятая была бы. Вот такой вот он отпариватель. Не знаю, короче, нужно ещё разбираться. Здесь какой-то замочек нарисован. Короче, вот. А, здесь она, наверное, поворачивается. Опа. Сюда зарывается вода. Там пахнет. Необычно всё так. А, ну да, вот оно. Зарывается вода. Потом что, нажимается? Ну да, нажимается и держится так, да, и отпаривается. Пшшшш. Пшшш. Не знаю. Наверное, я буду снимать это отдельный обзор. Я не буду сейчас его включать. Сниму всё это отдельно. Мы будем вам всё это отдельно. Скорее всего, так. Так. Розовый цвет. Блин, это так нежно. Это так классно. Так, давайте посмотрим с вами, что мне досталось здесь в бумажечках. Что меня ждёт. К чему мне теперь нужно прийти и обдумать. Так. Магнитик здесь. Не буду его доставать пока. Сейчас посмотрим, что у меня. Вот так вот. Сделаешь обзор, опять отправишься. И опять придёт отпариватель. Так. Тик-Ток. Крутые призы из-за видео с техникой в Тик-Ток. Ну, Тик-Ток, блин, это вообще, мне кажется, очень сложно сделать, если надо снимать на телефон. То есть это вообще сложнее гораздо. Так. Тик-Ток. А-а-а-а, крутые призы или нет? За видео техники опять. А, нет. Ютуб. Кративный приз за участие. Ручной отправить. Правильно. О, спец. Что можно сделать, чтобы получить приз? Вот. Короче, в Ютуб. Какие здесь бывают магнитики? Честно говоря, я уже начинаю задумываться. В Инстаграм. А, чтобы в Инстаграме призы, что ли? То можно получить чайник. Чайник. А, еще если первое место, то робо... Вот, кстати, робо-пылесос мне нужен. Мне нужен робо-пылесос, мне нужна соковыжималка. Ну, в принципе, у меня есть соковыжималка, но сейчас, наверное, уже появились такие другие, помощнее, получше. Прям классно. Так, здесь гарантийный талон. А, вот, кстати, если у меня что-то произойдет, куда я должна идти? Если я, допустим, купила в Ситилинке, то я иду в Ситилинк, правильно? То здесь гарантийный талон есть, но... Коктейль. А твой подарок? Кухонные весы. Снова эти кухонные весы, которые, в принципе, мне и не пришли. По большому счету. Так, ну и все. И как пользоваться? Да, наверное, это я буду отдельный обзор, скорее всего, на нее сниму. И с вами там посмотрим, попробуем, вообще, что это такое. Нет, потому что в жизни никогда такого не было. Такого ни у моих родителей, ни у кого никогда. В принципе, эта техника, она появилась относительно недавно, по крайней мере, у нас в России. Поэтому, ну, в советские времена мы жили как-то без этого. Согласитесь, жили? Жили. Вот, а сейчас это новая техника. Если, допустим, миксер там в советские времена еще был, да, то есть он и сейчас есть. Это сутки. Вот, я поставлю его здесь сбоку, мы будем с вами любоваться на него. Там даже, я смотрю, через камеру видно... Видно, сколько осталось воды. Наверное, он должен хорошо, хорошо шипеть. Вот, смотрите, такой подарок. Я очень безумно счастлива, что я получила подарок бесплатно. Представляете? Бесплатно, всего лишь за какой-то там обзор. Целый вот такой подарок. Не важно, сколько он стоил. Тысяча рублей, пятьсот рублей, сто рублей, там, пять, тысяч, десять. Главное, вот. Вот он, обещанный подарок. То есть и они тоже, они не обманули. Они сразу же его выслали, как только я отправила свою ссылку, там, написала сразу адрес, там, все. Они тут же его выслали, все. То есть они не думали, там, ой, а у нее обзор что-то не очень хороший, наверное. А давай подождем, там, ну, как это вот бывает. А вот у той девочки лучше, а у нее не очень. Нет, мы не будем отправлять. То есть такого там не было. Вот. Так, давайте перейдем к нашему мухману, к нашим историям. Сегодня мы с вами пробуем вот такой чай. Чай у нас черный. С лимоном, да. Кстати, сегодня я в другой кофточке. Самое главное, я забыла сказать. Сегодня у меня другая кофточка. Сегодня у нас же ремонт, вы знаете, да. Вся одежда у меня разбросана по мешкам. И подошла к такой стойке, где все коробки у меня стоят. И думаю, блин, что же мне одеть-то, а? Единорожку опять. Ну, блин, им, наверное, уже надоело тебе единорожка. Надо одеть что-то другое. Думаю, что же одеть-то. Смотрю, там мешок. А в нем одежда виднеется. Ну, я там все сверху поубирала. Смотрю на этот мешок. Ну, и вижу, что там проглядывается вот эта вот кофточка и другая одежда. Я думаю, вот эту кофточку я уже давно не одевала. Думаю, давным-давно. Думаю, надо ее одеть. Или единорожка. Нет, думаю, надо ее одеть. Она такая, смотрите, красивенькая. Такая здесь резиночка. Здесь такая прям. Кстати, на улицу я, по-моему, ее так ни разу и не одела. Если вы когда выскакиваешь с ребенком, это в попыхах. Это бежишь, эту коляску тащишь, ребенка там тащишь. Вообще там не до этого. Чтобы, допустим, просто выйти. Спокойно пройтись. Это бывает редкость. Когда ты мама, к сожалению, это вот так. Расчесала свои волосы. Недавно их помыла перед съемками. Они, смотрите, какие красивые. Они, кстати, у меня волосы начали расти. И когда их вот тут забираешь хвостик, он реально становится толстый. Если он раньше был, допустим, полгода назад, прям вот реально тонюсенький, то сейчас он толстый. Они начали расти. Это супер. Супер, супер, супер. Так, сказала. Так, давайте его водой я сейчас распавлю. Он почти остыл. Но я не пью горячий, вы же знаете, да? Так, чай. Почему же чай у нас с вами открыт? Вообще я против того, чтобы, допустим, делать обзоры на продукты, которые либо только что купила, либо конкретно на обзор, и чтобы продукт был открыт. Я против вот этого всегда. Я всегда стараюсь открывать все продукты при вас, чтобы вы не подумали, там, ой, наверное, она обманывает. Наверное, она там открыла, подложила что-нибудь другое, и нам вот пытается всучить, чтобы вот такого не было. Но здесь вот немножечко другая ситуация. Это вообще, на самом деле, подарок. Да, да, это подарок. Вот, это подарок. Как вы знаете, у нас ремонт. Да? То есть у нас приходит мастер, вы его еще ни разу не видели, на камеру я его не снимала. Не знаю, получится или нет. И, соответственно, то есть у него в празднике, в новогодний праздник, у него было день рождения. Вот. Но я так подумала, раз человек сказал о том, что у него день рождения, то у нас человек хочет получить какой-то подарок. Ну, не знаю. Я лично считаю так. Я ему сделала подарок. В маленьком пакетике я положила ему такой вот чай, одну чикапайку такую, одну штучку, и эмандемсик. Такой небольшой. И составила небольшой текст, чтобы у него жизнь была мягкая, как чикапайка, чтобы она у него была цветная, как эмандемсика. Ну, и все это нужно запить вкусным чаем. Вот. Ну, короче, что-то вот такое. Ну, конечно же, было приятно. Я люблю, знаете, делать людям приятно. Я люблю, когда им приятно, и когда они от этого улыбаются. Я люблю записывать на камеру эти улыбки. Ну, тут, конечно, я не стала записывать, не стала его смущать, потому что до сих пор он у нас не знает еще, что я блогер, что я снимаю на камеру. Он еще пока не догадался. Хотя он видел вот этот вот штатив, он наверняка замечал камеру. Он недавно на кухню зашел, наверняка еще там что-нибудь в моей сумочке заметил, по-любому, какие-нибудь там все эти прибамбасы, но не знаю пока. Пока не знает он. Вот. И он сказал, что чай ему супер, очень сильно понравился, он с ремонтчиком такой насыщенный, все. Ну, и сказал, чтобы я один пакетик взяла и все-таки попробовала его. Вот. Вот я взяла, завтра он придет, я ему скажу, что я один пакетик взяла, в случае чего, ну, мало ли, он посчитает, запомнит, что их было 20 штук, да? И вдруг нет, скажет потом это... отобрала, забрала, скажет, ну вот, как так можно было-то сделать. Вот. Давайте с вами попробуем. Он уже настоялся. Ну, кстати, да, он такой, знаете, черный с лимоном. Я, честно говоря, почему-то думала, что он будет прям такой черный, прям с лимоном, такой прям лимон. Почему-то так, потому что он рассказал, что он, блин, такой классный будет чай, прям вот лимон, лимон, прям такой это. Ну, нет, он такой, знаете, как будто в чай добавили ароматизатор лимона. Больше это чувствуется так, потому что когда чай с лимоном, черный, по-моему, мне кажется, он как-то по-другому чувствуется. Ну, не знаю. Мне кажется, даже у него какой-то вкус такой больше минеральный какой-то, газированный какой-то, что ли. Что ж такое? У меня волосы-то как-то лежат, не пойму, как. Не нравится мне. Как они лежат, не пойму я. Давайте сюда вот тут лучше. Вот так вот. Вот так вот. Ну, ничего, кстати, чай такой ароматный, хороший такой лимончик. Как будто, знаете, не мякоть лимона, а цедра лимона только добавим. Ну, скорее всего, это так и есть. Здесь, конечно, на картинке нарисовано, что добавлено очень-очень много лимона. У нас с ним возник потом спор. После этого он сказал, что все продукты, которые вот здесь вот нарисованы, что они внутри, копия такие же. Ну, я-то блогер. Я-то знаю. Я же делаю на них постоянно обзор. Я знаю, какие они бывают внутри. Это бывает. Порой это бывает, правда, я не знаю, это что-то с чем-то. Порой, честно говоря, мне даже хочется взять и написать какую-то эту службу поддержку определенного товара и спросить, блин, вы что вообще кладете туда? У вас товар абсолютно отличается от того, что нарисовано здесь. Реально бывает такое. Я, конечно, начала с ним спорить. Он сказал, что я его обманываю. Такого не бывает. И, честно говоря, я не люблю, когда человек мне говорит, что я его обманываю. Мне это слово очень сильно обидно. Очень сильно. Это очень сильно. Это все равно, что, допустим, взять или другого человека обاتелить. Например, там матом или обозвать. Унизить. Для меня это вот что-то типа такого. То есть я никогда не вру, я никогда не обманываю. И когда мне вот это говорят, мне очень сильно обидно. я все-таки стала доказывать свое но опять же я уже хотела сказать что мол, ты что, я аж блогер я там вот это вот снимаю, делаю все обзоры но я не стала этого говорить думаю, может быть не надо, зачем? ну, зачем? вот ну, как-то так, короче здесь, кстати, еще какой-то вкус есть другого чая ну, не знаю, короче, мне это все было очень сильно неприятно это неприятно, короче вот, ну ладно, не будем о плохом как-то так не знаю, может быть, да, наверное, надо было мне тогда еще сказать что там я делала потому что я как раз на днях так получила что делала обзор на печеньку она у вас выйдет где-то там рядышком а, ну, я в следующей заставке оставлю, кстати, ролик я оставлю ролик, конечно, заставки вот на кофемолку Китворд что я там нашла и как раз вот на эту вот печеньку печенька, там, знаете, картинка была сверху нарисована печенька и сверху шоколад ну, то есть, блин, она, значит, и внутри такая же должна же быть, правильно? а в итоге я открываю там получается печенька шоколад и сверху прилеплена другая печенька ну, вот зачем так делать? при том, что они не просто вот лежат друг на дружке, да они хорошо слеплены их реально там сложно разъединить вот это у меня был реальный шок то есть, открываешь, в надежде ты ждешь, что там будет печенька сверху шоколада а там просто печеньки, две печеньки слеплены и посередине шоколад и то там его чуть-чуть совсем ну, не шоколад там, а подобие то есть, это шок, честно это шоколад уже исходя вот от этого всего что вообще может быть за закрытой упаковкой ты понимаешь, что там может быть все, что угодно если даже уже люди дошли вот до такого маркетингового хода это уже, честно, неприятно так, ну ладно тортик у нас чуть-чуть похоже сейчас мы с вами будем кушать салатик у меня сегодня вот такой вот необыкновенно вкусный салат я его очень сильно люблю так он выглядит это у нас салат с вами ананасовый и как я его делала у вас сейчас станет ролик сейчас вы посмотрите так, сделаем салатик с вами ананасовый у нас сегодня на обзоре с вами ананасы колечки бренда Виталант вот такие вот так, здесь у нас я думаю, в составе там ананас, наверное, только должно быть и все, а вот так, и вторая ананасы, кольца, сиропы, вкус а, вот, принцесса вкуса о, принцесса вкуса да так, состав вот он, тоже колечки она помята, немножко была по скидке и давайте их откроем и посмотрим, что же у нас там внутри фух, открыла это, кстати, современная штучка в советские времена была похожая вот, а вот я потом нашла вот точно такую же классная, кстати, очень штука мне она прям очень нравится я только такое умею открывать такие вот баночки вот здесь, кстати, с пластмассовой штучкой я боюсь, что она сломается купила таких сразу три штуки, по-моему она работает, молодец так, давайте откроем так, мы с вами принцесса вкуса открываем вуаля открылась о, какие они, смотрите желтенькие, через камеру они прям еле желтые так, так и здесь у нас с вами вид талант кстати, на вид особо ничем не отличается вот этот темнее более желтый, это посветлее прижимаю как будто она не хватает так, ну и ладно будем делать сегодня салатик ананасовый очень-очень вкусный ой здесь удовольны, кстати, миллиметров, наверное пять давайте эту положим здесь тоже это, кстати, более разрывается здесь видны вот они разрывы это вот более такая мощная мне кажется, даже вот это было, наверное, подороже вот это, наверное, подешевле все-таки тут иностранное название по вкусу сейчас попробуем нежный, сладкий, хорошо жуется и вкус ананаса, прям вкус такой явный ананаса как будто я съела ананас неконсервированный а вот настоящий сейчас отрезал и съел пробуем второй сладкая жуется вполне хорошо но вкус ананаса я не почувствовала он есть, но он прям еле-еле ну даже вот через камень видно что-то светлее, темнее такой у меня будет еле ананасовый салат так, ну и ладно будем с вами сделать салатик так, резать я его буду салатик, наверное, скорее всего здесь, на тарелке потому что ананасы мокрые и я не люблю, когда вся эта сладкая мокрота растекается по всему столу потом на пол падает и так далее вот режем не сильно мелкие не сильно крупные чтобы они такие были ну где-то вот такого-то размера такая у меня тарелка, смотрите, там симпатичная так, и сюда мы добавляем с вами майонез можно сюда добавить еще куриную грудку, курочку но он будет немножечко жестковатый но тоже будет вкусный так, вот наш чесночок мы, конечно же, не весь будем добавлять чуть-чуть по вкусу чтобы не сделать совсем остренький это уж я перемолола просто еще хочу на соус его пустить и все вот это вот перемешиваем такой обалденной ложкой распределяя наш чесночок везде солить нет? солить, я думаю, это не обязательно потому что у нас майонезер соленый что смысл? лишнюю соль вообще добавляю я вообще, кстати, ем здесь соли все не солю, уже привыкла за много лет привыкаешь ну, единственное, картошку, конечно с луком люблю посолить и все и даем это всему настояться и сейчас с вами будем уже пробовать а теперь мы с вами будем его кушать у меня сегодня вот такая вот длинненькая ложечка длинная, длинная, десертная я люблю ей мороженку кушать ну и всякие, конечно же, вкусняшки вкусняшка казалось бы, знаете, что-то несочетаемое то есть сладкий ананас, чеснок и майонез это вообще что-то странное это все равно, что взять, я не знаю, абрикос добавить туда майонез ну да, майонез и чеснок ну да, с абрикосом, наверное, явно будет что-то другое или все равно, что шоколад еще сверху добавить кстати, наверное, будет интересно смотреться чеснок прям хорошо обалденный вкусный салат, я этот салат просто обожаю наверное, это самый мой любимый салат самый-самый-самый ну, конечно, после шубы хотя я эту шубу уже, наверное, стоит после него прям очень вкусный этот рецепт мне рассказала свекровь она пошла в кафе на бизнес-ланч, по-моему, это называется когда ты в обед приходишь и там немножко стоит дешевле, чем обычно и там несколько разных блюд и вот там был вот этот вот салат она его попробовала потом мы приехали к ней в гости она его приготовила и я в него влюбилась в этот салат она мне рассказала, как что ну, я уже, в принципе, сама знала что туда добавляется потому что, когда пробуешь салат как бы распробуешь так, ага, там что в салате у нас? картошка, так, горошек я нащупала, там напробовала, да там, допустим, морковка там то, сё, там, ага и майонез всё, и запоминаешь ну, блин, у меня вот так вот, и приехал домой потом я пошла за ананасами купила ананасы приготовила такой салат и, блин, это просто это класс это обалденный салат обязательно попробуйте обязательно его приготовьте очень-очень вкусно ну, не знаю, он может быть на любителя как бывает, знаете, пицца с ананасами сверху у нас, кстати, в нашей пиццерии такая есть но я не знаю, наверное когда я буду немножко побогаче немножко побольше денег может быть, я её попробую не знаю это, знаете, уже получается как не пицца а как какой-то пирог сладкий а честно, пробовать снова какую-то пиццу необычную я пробовала, знаете, пиццу с креветками блин, ну это не то это вот, честно, не то как ты привыкаешь видимо, вот к определенной пицце там я люблю сейчас вот мясную там разные колбаски такие такая-сякая колбаска там то есть уже всё привыкла а с креветками это вообще-то что-то другое мне не понравилось честно, мне не понравилось какая-то ну, она вкусная да, всё но нет что-то вообще не то вот что-то у меня перед камерой прям то нос чешется то чё так, напишите мне в комментариях рассказать мастеру что я блогер или нет вообще, вот кстати как вы считаете об этом нужно говорить или нет как-то раз в магазине меня остановили с камеры поймали причём знаете, самое интересное то есть я в этом магазине уже раз в три как минимум снимала то есть порой даже меня видели ко мне не подходили всё супер было но я думала ну ладно типа не подошли тем более у них камеры же стоят они наверняка меня видят значит можно снимать ну раз не подошли они же не подойдут скажут девушка, вы что тут снимаете? ой, снимайте снимайте на здоровье да-да-да у нас можно можно ходите сколько угодно не подойдут же, правильно? раз не подходит значит можно а тут подошёл а тут подошёл ну я потом маме это всё рассказала я думала мама мне тоже скажет типа да ладно что тут ходишь там с камеры фигню всякую снимаешь там займись делом а она наоборот мне типа ты же блогер тебе надо было сказать да вы чё там знаете типа знаете как это должно было быть наверное вот так вот сейчас покажу там типа так идёшь идёшь на камеру снимаешь от тебя подходит девушка что вы тут делаете? снимаю на камеру а зачем? да я же блогер вы чё? типа да вот так вот немножко мне там не очень видно было наверное типа да там я блогер вы чё? да ещё там сказать да у меня миллион подписчиков ну нет мне не надо столько честно ну достаточно там если у меня будет допустим просмотр в 350 человек ну да просмотров на одном ролике я наверное буду самой-самой счастливой мне много не надо вот ещё знаете сегодня гуляя по дорожке раздумий у меня такая дорожка раздумий там есть я подумала что наверное не нужно гоняться за большим нужно радоваться малому ну нужно в принципе учиться радоваться малому чему-то там маленькому ну ладно у меня мало просмотров ну и фиг с ним но они же есть они пока не мере есть кстати когда я начинала только создала канал у меня вообще было ноль просмотров потом стал появляться один 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 кто-то смотрит ну кто-то смотрит один ну ладно ну ладно два потом пять я уже радовалась пять думаю пять человек посмотрела боже думаю какая радость пять человек представляете пять то есть ни один ни два а уже пять потом шесть а ну еще один прибавился шесть уже думаю блин супер я радовался не знаю а потом пошли комментарии сначала русские были комментарии потом стали появляться иностранные иностранных языков я не знаю но английский плохо знаю немецкий плохо знаю я переводила копировала отправлял в Яндекс переводчик там переводила писал свой текст переводил на их язык и отправлял ответы Думаю, блин, как классно, а? Думаю, меня за границей смотрят. Классно, я всем отвечаю. Ну, я сейчас всем отвечаю, всем пишу, ставлю лайки, ставлю сердечки вам, обязательно сердечечки. Все отвечаю. Вот. К чему мы с вами пошли-то? Вернее, от чего мы отошли с вами? Начали с салатом, а закончили за малым. Да, кстати, меня сегодня очень сильно разозлили. Меня очень сильно разозлили. Я сейчас сижу еще немножечко злая, очень. Вчера вечером мне написала девушка, предлагая мне работу на дому. Я залезла к ней, записала отдельный ролик на эту тему. Как не попасться в сети Арифлейм. Наш любимый Арифлейм. Вот почему-то, знаете, Эйвен все просто как-то. Там все просто. Есть сайт, есть там это, это, Мэри Кейт, там тоже типа что-то такое. А вот именно Арифлейм. Да. Арифлейм я сказала? Арифлейм, да. Вот именно Арифлейм. Я не знаю, это что-то, нечто. Когда я искала работу на дому еще до появления ребенка, я на этот Арифлейм постоянно тыкалась. У них то такой сайт, то другой сайт. Там, видимо, они сами там как-то вот эти вот консультанты делают свои там сайты. Их оформляют, и они все совершенно разные. И каждый раз я попадалась на этот сайт. Вот тратишь время, читаешь эту ихнюю там, ихний текст. Что у меня там, батарейка садится? Батарейка садится. Сейчас я, сейчас подождите. А, ну ладно, давайте продолжим. Читаешь этот текст. Да, то есть тратишь свое время на этот текст. И потом выясняется, это Арифлейм Душ. Блин, думаю, опять Арифлейм Душ. Ну как так? Ну как мне научиться не попадать в эти сети? И вчера я записала такой ролик. Как не попадаться? Чтобы вы, мои дорогие, любимые подписчики, посмотрели, знали некоторые моменты, некоторые советы мои. У себя услышали. У себя вот тут вот в своих маленьких ушках отложили. Может быть, не ушках. Может быть, мозгах. И запомнили, чтобы реально не тратить время на эту всю ерунду. Может быть, да, кому-то получается заниматься косметикой, бегать по людям, с этими каталогами. Это не мое, честно. Это не мое бегать где-то там. Или на просторах интернета там что-то делать. Это оказалось тоже не мое. Сколько я ни пыталась, не тратила кучу времени по целому дню, убивая. Нет, это не мое. Это, видимо, реально нужно талант, чтобы уговорить человека не только зарегистрироваться, там купить первый заказ, да, а еще и потом заказывать. Потом заказывать. Ну, там тоже есть свои проблемы, свои нюансы. Сейчас я вам расскажу, кстати, какие нюансы у меня были. И, конечно же, попадая постоянно в эти сайты, начинаешь уже чему-то учиться. То есть, ну, как человек учится, да, на собственных ошибках. То есть, уже учишься, что-то запоминаешь. Что-то уже откладывается. Естественно, вчера мне написала девушка. И я подумала, блин, опять начинается. Откуда она меня взяла? Ну, как так? Откуда она узнала, что я... Не то, что ищу работу. Блин, я ее даже не ищу, по-моему. Она мне написала. Ну, хорошо. Я зашла, значит, к ней на страницу. Я сразу увидела, что девушка выглядит, скажем так, не по-городскому. Ну, знаете, люди как бы... Не хочу никого обидеть, но люди все-таки делятся на несколько типов. Есть, которые даже... Не то, что по одежде, а может быть даже по лицу. Видно, девушка городская, девушка из села. И девушка, наверное, из маленького города. Небольшого. По лицу видно, по волосам, по одежде. По одежде, кстати, больше. Вот. Там было похоже больше, что она из села. По лицу. Ну, и по одежде, кстати, тоже. Хоть она и пытается там как-то одеться. Такое более классическое, что ли. Но это видно, что... Блин, эта одежда отличается все равно. Ну, зайдите просто в магазин, допустим, Московская ярмарка. А, там, как он еще, господи. И нить, низкие цены, а как же они... А, смешные цены. Вот туда зайдите. В принципе, та одежда отличается, допустим, от одежды даже Нью-Йорк или, например, да? А, Модиус. То есть, ну, все равно есть какая-то вот небольшая разница. Есть она. Или фамилия, например. Ну, не знаю. Фамилия, да. В ней я так и не нашла ничего. Я там ничего не покупаю. Это очень сложно для меня. Это что-то невозможное, фамилия, честно. Вот. Ну, как бы, есть разница. И, соответственно, конечно, я зашла, посмотрев фотографии, я сразу поняла, что эта девушка, скорее всего, начинающая. Потому что видно по одежде. Ну, тот человек, который реально работает, то есть, он пойдет в магазин, не тот дешевый, а другой магазин. Модиус, там, я не знаю, вот эти все другие магазины. Купит нормальную одежду, которая сейчас в моде. Которая реально сейчас в моде. И она, конечно же, та одежда, она выглядит по-другому. И та одежда, кстати, я уже замечала уже много-много раз, та одежда, она не будет продаваться вот в этих магазинах. Если будет, то она будет более качества другого. Но в основном нет, ее нет. Потому что сколько в последнее время я уже стала покупать одежду именно вот в такие вот более хорошие магазины. И когда вот после хороших магазинов заходишь вот на вот это вот все, понимаешь, что там совершенно абсолютно другая одежда. И, блин, она не такая красивая, она не такая классная. Но, в принципе, там, да, там можно найти что-то там, такое вот необычное, какую-то одежду. Там можно найти, да. Но это редкость, это большая редкость. Вот. Ну и, конечно, я посмотрела, начала листать фотографии. И тут я прямо вижу, сидят девушки, все такие нарядные... Нет, не нарядные. Знаете, у всех распущенный волос, у всех красная помада, обязательно красная. Это главное, я думаю, страна, почему красная. И красная майка. Просто красная майка. И сверху написано. Ари Флейм. Папа, думаю. Понятно. Но все, думаю, слава богу, я нашла. Я нашла этот текст. Потому что бывает иногда очень сложно найти. Я очень часто находила где-то в самых последних фотографиях, группы, там все группы, там бывают тысячи групп, и с трудом находишь. О, с большим трудом. Прежде чем, допустим, написать, да, может быть, если это не Ари Флейм, никакая не косметика, это что-то другое, тогда можно человеку написать и узнать, что там дать. Может, там действительно что-то очень классное, где я могу заработать денег, если это не косметика. Вот. Ари Флейм, думаю, все понятно. Ну, ладно, давай посмотрим еще. Вдруг это старая какая-то фотография. Смотришь дальше. Опа, Ари Флейм. И самое интересное, знаете, вот смотришь всегда. Ну, не всегда, в принципе, это бывает по-разному. Наверное, зависит все-таки от самого человека. Бывают все девушки нарядные. Все абсолютно нарядные. То есть, и та, конечно же, девушка, которой принадлежит этой странице, тоже нарядная. А бывает наоборот, как вчера. То есть, все нарядные, все с распущенными волосами, такие закрученные там волосики, все. А она стоит с хвостиком. Так, нет, даже, знаете, это вот не так выглядит абсолютно. Это выглядит... Не люблю себя, честно, с хвостиком. Это выглядит вот так вот, и какая-то белая майка. Нет, я не люблю себя с хвостиком. Я некрасивая с хвостиком. Я очень сильно некрасивая с хвостиком, честно. И какая-то там белая кофта. Ну, нет, блузка, блузка. Даже, знаете, сегодня я снова пересматривала ее фотографии, много очень обдумывала этот момент. И думаю, блин, даже просто белая блузка, она бывает разная. Она реально бывает разная. Бывает очень красивая белая блузка. Какие-то там пуговки, может быть, какие-то там, что-то там сделано, какие-то там, ну, блин, ну, классно, реально классно. А бывает просто белая блузка. Чисто офис. Белая блузка. Все. Ничего больше нет. Там классика или там, я не знаю, как она. Или... А, нет, нет, нет. Она называется просто белая блузка. И все. То есть у нее именно вот этот вот момент. И, там, не помню, джинсы, что ли, какие-то там... Да, кстати. Какие-то там туфли черного цвета, кажись. И все. Да, по-моему, как-то так, или джинсы, как бы, и все. И хвостиком. Я думаю, блин, ну почему ты с хвостиком-то? Все с распущенными волосами, у всех накрашены губы. А она просто с хвостиком, даже губы не накрашена. Вот это, честно говоря, очень сильно меняет. И если бы, допустим, я хотела зарегистрироваться, я бы не стала у нее регистрироваться. Потому что она не смогла заработать денег. Она не смогла на эти деньги купить себе косметику, нормальную одежду, сделать нормальное, качественное фото. Тогда чему она меня научит? Согласитесь. Чему? Какие она мне даст советы? Что она сможет мне объяснить? Если она сама этого не знает. Я так лично считаю. То есть прежде чем искать свою команду, ты должен выглядеть тоже соответствующе. Потому что, честно говоря, будет обидно. Она там выглядит как-то так. А найдет девушку, которая будет выглядеть обалденно. Найдет девушку какую-нибудь с длинными волосами, с большими губами, нарядно одетую, красивую. То есть это уже будет обидно как-то немножко. То есть получается, что та главная, это у нее в подчинении, немножечко пониже, как будто бы. Но при этом она выглядит лучше. Куда все побегут? Туда. Почему? А потому что там есть деньги. Она смогла заработать деньги? Смогла. Все, значит, к ней бежим. А тут не бежим. Тут и одежда другая там была, другая была фотка. А было там платье синенькое. Я еще там промолчала. Я долго очень вспоминала, как называется ткань. Я так и не вспомнила. У моей мамы халат из такого вот материала. Точь-точь. Халат. Который вот после души она выходит, одевает его и идет. А у этой девушки платье из этого материала. Она ходит в нем на улице. То есть чувствуете разницу? Ну, как-то, знаете, не очень. Вот. Так вот, в чем вся проблема? Ну, естественно, я написала то, что я, как бы, это уже пройденный этап. И туда, конечно, идти снова в косметику я не собираюсь. Это не мое, честно. Вот. Она написала, ну, может быть, когда-нибудь вы надумаете. Но большое спасибо за ответ. Приятно работать с умными людьми. Как-то так вот было написано. Ну, естественно, конечно, они это не пишут. Они все это копируют просто. Ну, я работала, я знаю еще это. Вот. И потом я подумала, ну, да, я думаю, дам ей советы. Но не обидится же человек. Ну, реально советы дам. Не видно по ее странице, что она реально зарабатывает. Кажется, как будто она вот все тратит деньги, а вот никак заработать не может. Я ей написала, конечно, то, что нужно убрать, скорее всего, фотографии там, где написано Арифлейм. Потому что люди приходят, видят, а, косметика? Блин, нет, 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 это не мое. А так же человек приходит, он не будет знать. Возможно, она его сможет уговорить. Мол, да вы что, Арифлейм, это там вообще самое первое там. Да там денег зарабатывают, там миллиарды, миллионы. Да вам подарят машину. И человек может быть, машину подарят, а нам нужна. Правда? Да, все, я зарегистрирую. Ну, вот покупают, покупают. То есть, ну, вполне возможно, что вот так вот человека можно будет обмануть. Не знаю, плохо это или хорошо, напишите в комментариях. Вот. И то, что нужно поменять фотографии, сделать фотографии более дорогие, чтобы к ней пошел народ. Ну, это реально, это так. Вы посмотрите, это реально так. Потом я залезла в ихнюю группу Арифлейм, попыталась найти человека. Ну, что-то так сложно их там сейчас стало найти. Но у меня вконтакте, в друзьях есть девушка, которая занимается Арифлеймом. По-моему, Арифлейм. Вроде не помню. Честно, но я помню, что у нее фотографии просто классные. У нее дорогие все фотографии, у нее дорогая одежда. То есть, видно, что она одевается хорошо. У нее красивые фотографии. И, блин, я постоянно ее, когда вижу, мне хочется у нее заказать. Мне реально хочется у нее заказать. Потому что она смогла заработать же денег. Или, допустим, зарегистрироваться у нее там. То есть, она смогла, значит, она и меня сможет научить. Правильно? Это знаете, как человек, например, по улице я иду как-то по весне. Уже весна наступала, но был снег еще. По-моему, местами так. Так, и меня на улице встречает женщина. Господи, как же они называются? Боже мой, забыла. Диетолог. Да-да-да, диетолог. Они по поводу еды какие-то дают, советы, все такое. А я как раз была уже на диете. И уже мне стало скинуть килограммы три где-то. И тут меня встречает эта женщина. Я диетолог. Я это, это, это. Я такая сика. И сама стоит толстая. Сама толстая. Ноги такие толстые. Прям такие. А я так с нами на нее смотрю. Думаю, блин, стран, диетолог. Думаю, ну, блин, раз она сама толстая. То есть, раз она сама не смогла похудеть, да. То есть, она и мне не поможет же. Правильно? Правильно? Правильно. Я такая, да нет, нет, говорю, спасибо. Блин, как-то думаю, ну, стран, диетолог. Я всегда думала, диетолог там стройная, такая красивая, да. Там подойдет, здравствуйте. Я диетолог, могу вам помочь. То есть, ну, блин, мне это всегда казалось, что это будет так. Но это будет правильно так. То есть, девушка там посмотрит, пухленькая, да. Ой, она такая стройная, красивая, смогла похудеть, она мне поможет. А когда подойдет там такая толстая тетя с большим животом. Здравствуйте, я диетолог, я помогу вам похудеть. Пойдёмте со мной, я вам всё расскажу. Вы здесь не пойдёте. Это вот точно такая же ситуация, просто я привожу пример вместе вот с этой вот девушкой. Ну, ладно, не будем об этом. Короче, я дала ей советы. Значит, меня сейчас вообще, чувствую, затянет вообще не знаю куда. Дала ей советы, и она... А, сначала она сказала спасибо. Это был первый сначала совет, то, что брать Арифлейм. Второй совет про фотографию. Она написала, что... Она написала то, что... Я даю ей слишком много советов, и она такой человек, что она никогда не берёт ни у кого совет, она делает всё так, как надо ей. То есть, блин, вот это. И она меня отправила в чёрный список. Вот что было самым обидным. Что отправила в чёрный список. Это реально, это обидно. Очень обидно. То есть ты человеку, наоборот, пытаешься помочь, дать какой-то совет, чтобы она была ещё лучше. То есть я не просто же говорю, ты там выглядишь так-то, так-то, да ты вообще там плохая, из тебя никто не получится. Да, я ей такого не говорила. Я, наоборот, ей как-то помочь попыталась. А меня в обмен просто отправили в чёрный список. И всё. Типа я ей... Ну, она так подумала. Ну, я потом уже так подумала. Она же работает, зарабатывает деньги. То есть она там на высоте. А я, как бы, получается, что никто. Здесь абсолютно никто, который ищет работу. Да? Я пытаюсь найти работу. И, как бы, вот есть она выше меня. Да? Ну, знаете, как подчинённый, получается, как я подчинённый, и она начальница. Я, как будто бы начальница, даёт совет. Водя, а ты знаешь, вот ты одеваешься не так. Вот начальница должна одеваться красиво, модно, ароматно пахнет. Да? То есть это будет уже что-то немножечко не то. Это неправильно будет. Вот. Думаю, блин, ну я же не ищу работу-то. Вот в чём себя беда. Думаю, она мне не нужна, по сути, пока что. Думаю, уж явно там не какая-то там косметика и всё прочее. То есть получается вот так. Это обидно. Мне было обидно, честно. Я думала, ну ладно, она сказала бы там, мол, типа, ладно, спасибо, хорошие советы. Я там, ну, не знаю, так бы сделала любая девушка. Там, хорошие советы. Ну, если бы мне так написали бы, я бы сказала, спасибо, хорошие советы, я обязательно что-нибудь там придумаю. Там, или обязательно там это. Я думала, это будет так. Но нет. Я ещё, кстати, о втором совете подписала без обид. То есть обычно, если я пишу без обид, то есть люди понимают, блин, ну, типа, ладно, ну она действительно хотела как лучше. Что тут обижаться, да ладно? Она реально обиделась. И меня обидела. Ну, не знаю, что она там подумала. Она меня обидела больше, честно. Вот. Короче, вот так вот у нас с вами произошло сегодня. Там у меня соседка пришла дверьми, там хлопает. Так, давайте с вами ещё покушаем, докушаем этот салатик всё-таки. Иначе, я чувствую, что мы сейчас с вами не только сейчас будем болтать, а ещё и больше. У нас с вами ещё тортик. Так. Смотрите продолжение в следующей серии. Чем больше он стоял в майонезе, там внизу обалденно вкусно, там очень вкусно. Ставьте лайки, 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 лайки. Очень вкусно, внизу прям возле майонеза прям просто безумно вкусно, блин, это просто обалденно вкусно. Если я когда еще начинала есть, там это было очень вкусно, то сейчас это обалденно. Да, еще хотела сказать. Там у них была фотография с красными майками. Поначалу я подумала, что это им просто выдали всем красные майки одинаковые. И они сфоткали. Ну, для фотографий им было так надо. Сегодня у меня оказалось, что была открыта ее страница. То есть сама страница не обновилась и пока что она была еще открыта. Я снова наткнулась на эту фотографию у тех всех красных майках и увидела, что девушки просто сами покупали эти красные майки по цвету. То есть это лично ихняя маечка. У кого-то она более там разрез, чуть-чуть побольше. У кого-то она как водолазка, там вот досюда. У кого-то рукава чуть выше, у кого-то чуть ниже. И знаете, я подумала на тот момент, блин, а если бы была я на том месте, стояла бы, ну, какая была майка у меня? Ну, конечно же, обязательно я бы распустила волосы. Это обязательно просто. Я бы не стала где-то там фотографироваться с хвостиком, потому что я знаю, что у меня хвостик не идет. Это некрасиво. Ну, да, может быть, конечно, я накрасила бы губы наверняка, потому что так надо. Ресницы, потому что так тоже надо. Вот, но майка красная у меня бы не была бы вот так вот, вот, там вот так вот, я не знаю, водолазка. Или вот так, у меня была бы она с таким красивым декольте. Какая-нибудь красная у меня бы обязательно была декольте. Вот. Ну, либо, мне кажется, красной майке очень подойдет колье под золотом. Под золото. Вот, мне кажется, вот реально она так классно смотрела бы на красной майке. Напишите в комментариях, как вы считаете. Не знаю, мне что-то так хотелось. Вот реально, вот она там стояла в этой красной майке, мне так хотелось золотое колье туда привесить. Прям, мне кажется, я там посмотрелось бы вообще вот просто на эти вот шикарно. Вот просто шикарно смотрелось бы. Вот. Я бы не стала, конечно, фотографироваться с хвостиком. Везде я помню, насколько вот я работала в магазинах всяких. Но я всегда Наташа хвостик сделаю. Что обязательно, что нельзя с распущенными? Да, кстати, я вам обещала рассказать про то, как я занималась косметикой. Я занималась Эйвеном. Кстати, мне очень безумно просто понравилось. Я была координатором. Это когда собираешь анкеты. Не вернее, не собираешь анкеты. А находишь людей и их регистрируешь. Блин, это сложно. Это реально сложно. Мне сказали, что мне дается 4 месяца. Но потом, как выяснилось, что всего лишь 3 месяца. Ну, вроде казалось бы, знаете, 3 месяца. Представляете, там 3 месяца. За 3 месяца я там определенное количество надо было зарегистрировать. 3-4. 4 или 5 человек, я не помню. Но это так сложно. Я целыми сутками просто сидела, искала людей. К концу 4 месяца и там 3 месяца. Ну, короче, попозже я поняла, что у меня начинается сухость в глазах. То есть, когда не хватает вот этой вот жидкости, они начинают болеть. Глаза начали. Потому что я целыми сутками сидела. Просто искала, искала, искала. Всем подряд писала. Мамочки в декрете. Там такие-сякие. Всем абсолютно. Нашла, зарегистрировались. Там человека 3-4. Заказали. Заказ сделали 2 человека всего. Одна девушка. Ну, она прям занялась этим. Прям хорошо так занялась. Другая девушка заказала. Заказала. А там как было. Сейчас вот там по-другому. А раньше было. То есть, заказываешь. Да? Приходит на почту коробочка. Ты эту коробочку забираешь. Потом там лежат, как называют, листочки. Где написано, сколько ты должен оплатить. И ты с этим листочком в течение 3 дней должен дойти до Сбербанка и там оплатить. Вот. Ну и, конечно, та девушка заказала там. На какую-то определенную сумму. А оплачивать не захотела. Пропала. Просто исчезла. И все. Ну, естественно, конечно, с меня это вышли 300 рублей. Целых. 300 рублей. Представляете, мне пришлось оплачивать. Вот. Блин, короче, это было вот так. Это, не знаю, блин, это ужасно. Не знаешь, просто вот человека находишь. И не знаешь, сбежит она или нет. То есть, блин, это вот как ты... Естественно, кто оплачивает? Кто нашел ее? Я думаю, слава богу, я потом уже, когда уходила, уже все, когда заплатила, я подумала, блин, слава богу, что это 300 рублей. Что это не тысяча, не две, не три. Потому что там нужно было заказывать на 2666, что это как-то так вот. Я не помню точно. Или 1666, по-моему. Не помню. Ну, то есть, это много. Все равно, если вот так вот тысячу, допустим, ты должен оплатить за другого человека, который сбежал, как бы, это обидно. Вот. И поэтому, блин, я больше подумала себе, нет, косметика нет. Это явно не мое, потому что стараешься, работаешь, отдаешь себя всю, а в итоге ты ничего не зарабатываешь. Блин, нарька, это надо вообще. И к тому же еще там за компьютером сидишь, зрение портишь, там, то-то-то-то-то-то. Короче, ладно. Давайте с вами будем пробовать тортик. Иначе, сейчас меня опять понесет. Так, у нас с вами сегодня тортик у Палыча. Даже не от Палыча, а у Палыча. Кофейный. 350 грамм. Стоил он 300 рублей. 300. Обалдеть. Представляете? 300 рублей. 300. Блин, это так много. Но он обалденный вкус. И мы с вами, кстати, в каком-то букмаге уже его пробовали. И он мне очень сильно понравился. Я решила, что я, если захочу торт вдруг, я буду покупать только его. Потому что в последнее время, когда ты пробуешь какие-то новые торты, они становятся какие-то невкусные. Особенно, когда пробуешь на камеру, то это вообще. Это вообще кошмар. Лучше переплатить денежку и купить нормальный торт. Кто там, извините, ключами. Вот. Плюс, кстати, большой плюс. Здесь остаётся такая вот классная штучка, которую можно где-то использовать. Я такую ту, кстати, помыла, оставила. Планирую туда поставить цветок. Вот. Я не люблю, когда у меня из цветка вода вытекает по всему подоконнику. Как это обычно у меня будет, потому что я их заливаю постоянно. Вот. Я не знаю, сколько ему там надо. И, короче, всё такое. Так. И кушать, конечно, я буду свой тортик. Как вы думаете, чем? Вилочкой. Хи-хи. Тортик мой. Такая у меня вилочка, смотрите. Такая же. Такие, кстати, вилочки продают в Моди. Моди? Модиус? Нет, Моди, Моди. Да, Моди. В нём продают такие вилочки и ложечки. Видела. Я их покупала, кстати, в фамилии. Вот в фамилии, кстати, я говорила сейчас, да? То есть купить одежду в фамилии, блин, для меня это очень сложно. Вот просто по рядам. Вот ходишь вот так вот, смотришь, 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 смотришь. Смотришь, блин, это с ума сходить. Вот чтобы что-то найти, это очень сложно. А обувь, честно, обувь я в фамилии ни разу в жизни не покупала. Та, которая мне нравится, она, как правило, сорокового там какого-то размера, который мне нравится. Которая моего размера, как правило, какая-то фигня. Фамилии, знаете, я покупала постельное бельё, кстати, оно очень было классным. Оно просто было обалденным. Оно было плотненькое, хорошее, цвет никуда не менялся. Жалко, что я купила один комплект, была скидка на него. Почему он у меня был? Я сейчас скажу, у меня была простынка от него, и свекровь у меня её украла, скажем так, эту простынку. И поэтому у меня теперь нет комплекта, у меня есть подушка, то есть наволочка, у меня есть пододеяльник, а простынки нету. Тю-тю. Вот так. Теперь я всё прячу. Постель, бельё, теперь полотенчики, я всё прячу теперь от свекрови. Вот такая вот у меня жизнь, когда приезжает свекровь. Сейчас сидишь, вроде бы всё хорошо, как только свекровь соберётся ехать, Наташе придётся опять всё, часть каких-то вещей упаковывать. Куда-то прятать, куда-то всё это девать. Куда-то. Блин, честно говоря, устаёшь очень в такой жизни. Вот. Вилочки-ложечки я покупала, фамилия. Что же ещё? А купальник я как-то очень давно-давно-давно хотела купальник полосатый. Голубой полосатый. Я его там нашла, купила. Классно. Я до сих пор, кстати, в нём плаваю. Хотя нигде не плаваю. Что ещё? Что-то ещё покупала. Не помню уже. Ладно, давайте будем пробовать. Такой вот тортик. Их оставалось сегодня два последних. Так он выглядит красиво. Ну, он обалденный. Кстати, там был ещё медовый от Палыча. И он был дешевле-то гораздо. И ещё какой-то, не помню. Вот этот обалденно вкусный. Этот тортик полюбит любая блондинка, наверное, модница. Знаете, такой нежный, обалденный. Верхушка вот эта прям нежная. Чуть-чуть самого хлеба немножко совсем. Но он какой-то прям мягкий. Внизу тоже немножко хлеба. И посередине вот эта вот белая такая... Ой, белая, господи. Жёлтая штучка обалденно вкусная. Это, наверное, самый лучший торт, который бывает в мире. Во всём. Сейчас вам покажу. Не хватало, чтобы он сейчас шлепнется у меня. Увидели, да? Такая там жёлтая прослойка. Она, знаете, такая воздушная и немножечко похожа, как у чакопаки. Вот серединка белая есть. Вот что-то такое вот подобие. Знаете, такой ароматный, сладкий, кофейный, в меру сладкий. Прямо, ну, обалденный. Тем более 300 рублей. Лучше за 300 рублей купить вот такой вот тортик, чем покупать какой-то неизвестный. Кстати, там был... Там был торт. Какой-то, знаете, квадратный он такой был. И по бокам не обработанный. То есть было видно слой, как бы хлеб вот этот, да? Вот это вот тесто. Потом красное, какая-то, видимо, начинка. Потом опять хлеб, опять это, опять это. Блин, ты классно смотрелся. Да, кстати, у вас будет там ролик, наверное. Первый ролик будет, как я гуляла по магазинам. Сегодня по перекрёстку гуляла. Своему любимому. Прошлась по нему. Нашла разные новые интересные продукты. Кстати, я сегодня хотела ещё купить грейфруктовый сок. Очень сильно, что-то я ещё перед Новым годом, кстати, я очень сильно его хотела. Нашла за 100 рублей сок. Но оказалось, там е-добавка. И был там концентрат грейфруктовый сок. Или что-то такое там. Врачи мне какая-то. Нашла другой за 150. Но там не было состава. Уже идя домой, я подумала, что, наверное, нужно просто купить грейфрукты и дома сделать самим. Это будет самый натуральный, самый классный сок. Тем более у меня есть соковыжималка для цитрусов. Такой нежный, вкусный. Но это тоже, знаете, не на компанию. Я сегодня шла с посылкой, по-моему, я шла за посылкой. Да, я сходила, иду обратно. И навстречу мне идёт парень. И две девушки красиво одеты, как будто с какого-то корпоратива. У них такие вот уложенные волосы, без шапки, там, в платье, юбка, там, платье, там, колготки, какие-то эти, сапожки накинуты курткой. Они смеются такие, веселятся, идут. И я думаю, куда же они идут-то, вроде нарядные. Как будто бы, знаете, дома праздновали праздник, там, закончилась, допустим, еда какая-нибудь там, или чего-то не хватило, и они вместе пошли просто за едой, там, за пиццей, например. Я думаю, так они могут пойти. Каждый себе, допустим, купит эту пиццу за 300 рублей, то есть получится класс. Пришли домой, сели, поели там, пообщались, или, допустим, вот такие вот тортики маленькие. Купила там, посидели, пообщались, каждый свой торт съел, и всё, и супер. То, честно, я вот, когда сидишь в компании людей, даже в семье, вот я часто замечаю, отрезать, допустим, кусок какой-то там, чего-то, допустим, торта, да? Ну, торты мы сразу раскладываем, ну, пример, пример, просто пример. И один кусок, допустим, большой получается, а другие чуть поменьше. Ты вот сидишь на этот торт, смотришь, и понимаешь, что ты хочешь большой кусок. Но, с другой стороны, понимаешь, что если сейчас я возьму большой кусок, меня сразу этим родители потыкнут, мол, ты что взяла большой кусок, типа, это не твой кусок, ты и так там уже толстая. И в итоге берешь самый маленький кусок, и тебе родители говорят, а что ты взяла маленький, ты же любишь торт, бери большой. И то есть, блин, ну, как, знаете, и всё вот это вот заранее понимаешь, и сидишь, смотришь на этот торт, и не знаешь, что делать. Так какой же мне брать всё-таки, маленький или большой? Нет, возьму-ка я лучше маленький, а большой пускай лучше доставить кому-нибудь другому. И берёшь вот маленький. Вот это вот в компаниях я очень сильно не люблю. Я люблю, знаете, если вот торт ты купил на свои деньги, да, собственные, свои деньги, которые у тебя лежат в кармане, всё, этот торт твой. Ты уже с ним можешь делать всё, что захочешь. Сколько захочешь, столько съешь. Кстати, у меня это было всегда, я помню, с подружкой ещё. Что же у нас там было? Что-то, короче, если покупает что-то она вкусненькое, то она мне только чуть-чуть совсем даёт. И поэтому как-то я стала покупать потом сама. Вот это моя, мой продукт, моя вкусняшка. Я буду есть сколько мне надо там. Ну, правда, я её тоже угощала, я угощала её хорошо всегда. Там, на, давай ещё возьми, ещё в надежде, что сейчас вот я ей дам много, и когда у меня не будет денег, она купит эту вкусняшку, и она тоже меня угостит много. Но было всегда наоборот. Очень редко, когда встретишь человека, которому не жалко. Там, блин, ну, давай пополам там, допустим, я купил, ну, допустим, ну, там вдруг, да, подружка, например, да, купила там, ну, давай поделим с тобой лучше пополам. Ну, что ты будешь кушать маленький кусочек, давай пополам, вот раз и всё. То есть это очень большая редкость. Это огромная редкость просто. Или, допустим, вы хотите там шоколадку, и ваш друг вам покупает шоколадку, а себе ничего не покупает, потому что у него не хватает денег. То есть вот этот момент тоже очень важен, и это тоже огромная редкость. У нас с вами прям разговор всё нестандартный какой-то. Какой-то необычный. Уголочек уже. Ну, так, например, было бы спицы, да? То есть спицы разрезаны, вот я сколько раз кушала, уже замечаю. Бывают кусочки узенькие, а бывают широкие кусочки. Ну, естественно, вот так в компании будешь сидеть, есть, да? То есть ты захочешь широкий кусочек. Он самый большой, вкусный, красивый, да? И кто-то другой человек, допустим, приглядел этот кусочек. Не знаю, не знаю. Блин, может быть, я так воспитана просто как-то непонятно как. Что мне как-то стрёмно взять этот кусок. Лучше пускай он достанется кому-то другому. Короче, фиг знает. Напишите в комментариях, кто смотрел до конца вообще, что со мной не так. Что это вообще такое уважение к человеку? Или, может, это, я не знаю, что это такое. Все, уже начинаю наедаться. Уже такое. Хотя съела, конечно, мало, но он сытный. Мы еще с вами покушаем добавок. Сегодня мы с вами ничего нового такого из продуктов не рассматривали. Потому что сегодня я решила еще немножко поэкономить. Слишком много я трачу денег на продукты, чтобы что-то попробовать. И, честно говоря, мне не нравится то, что получается так, что они оказываются не очень хорошего качества. Не того качества, которого ты ожидаешь. Это обидно. Это очень сильно обидно. Ну да, как с теми печеньками, например, да. Вот. Наверное, с вами будем заканчивать уже, да? Мы с вами уже очень много, мне кажется, проболтали. Не один час. У меня почему-то не получается, как многие блогеры поболтают. Там ролики снимут на 5 минут. И успели поболтать. И заснять, как они готовят. Как они там кушают. Как у них дети бегают, играют. Там как это, это, это. У меня не получается, что 5 минут не укладывается почему-то. Почему-то, если я села болтать на камеру, то я уже с камеры болтаю. Вернее, и с камеры, и с вами тоже. Уже болтаю там без остановки. Не знаю, может, я еще что-то хотела рассказать? Наверное, нет. Сегодня меня прям вечером подоби телем. Обидно немножко, конечно, все это было. Напишите в комментариях, как вы считаете, правильно я сделала или нет. Наверное, я сделала все-таки, я думаю, неправильно то, что я ей написала. Я еще долго думала писать, не писать. Но, думаю, если человек действительно интеллигентный, то есть воспитанный, да, то он скажет, блин, большое спасибо за твои, за твои советы, я там подумаю. Да, а тут, ох, что ты, советы дали, как же, мы же такая мадам, там, сидимые, нам дали советы. Это ж вообще-то, это нонсенс. Там уже, да, а, господи, и ладно. Ладно, все, 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 все. То я хотела, я же блогер. Нет, она же там. Она там где-то, она там где-то, она продает косметику, она ходит с этими журналами, вот. Как не идешь, там стоит девушка с этой огромной пачкой журналов, и просто, они же их покупают, да, и просто раздают. Ну, раньше, кстати, да, было так, они раздавали. А в последний момент, как-то, я помню, тоже шла, мне этот журнал вручают, я его, короче, беру. Ну, про себя думаю, возьму журнал, посмотрю, может, мне что приглянется, тогда я скажу. Беру журнал, и она с той стороны не отпускает, держит. А я продолжаю дальше идти. Я пытаюсь его, этот журнал, вырвать, понимая, что она его не отпускает, отпускаю я и просто ухожу. Вот было вот такое. И она мне следует, говорит, девушка, девушка, подождите. И я просто пошла дальше. Я думаю, не хочешь мне отдавать журнал? Не надо. Господи, обойдусь. Я зайду в перекрестик и куплю себе шампунь. И все. Ноль проблем. Чем думаю, ты заказываешь. Потом там ждешь целый месяц, там, или неделю, пока он придет. Потом ждешь, пока она привезет тебе его. Потом там еще, что-то, еще, что-то. Это он зашел, купил, и все. Перекрестик. Он зашел, тебе еще, давал, начислили там бонусы, там, 5 рублей, например, с этого шампуня, и все супер. Все шикарно. И все. Но она, наверное, была в шоке, что так это, что я не остановилась. Она думала, я уже, она, наверное, как это, знаете, как журнал, как удочка. Раз, даешь и ждешь, поймается рыбка или нет. Рыбка, вроде, поймалась, она тянет, тянет, тянет. Вот она, вот она рыбка. А рыбка раз, отпустила руку и пошла дальше. Все. Да, сегодня у меня, знаете, прям такие, это, мозговой такой штурм. У меня прям что-то в голову такое все идет, идет, идет. Надо сейчас, наверное, с вами поболтаю. Достану свою бумажку, ну, не бумажечку, а тетрадочку, где я записываю разные мысли, разные темы для записи видео. Видео, боже, что? Для всяких, короче, видиков, видиков, господи, роликов, видосиков. Даже в глаз попало, что там. Для всяких видосиков разные темы. И потом я их уже обдумываю, продумываю дальше и потом буду их записывать. Правда, честно говоря, в последнее время мне записывать ролики вообще просто некогда. Я их могу записывать только по ночам, по вечерам, когда ребенок спит. Но это потому, что у нас ремонт. И, честно говоря, кстати, Дима перестал спать в обед, потому что у нас ремонт. И он не хочет отлучаться от мастера. Мастер с ним не общается. То есть ничего так особо не проявляет. Ни какие-то там знаки внимания, заботы. Ну, как другие, допустим, люди на улице могут улыбнуться, с ним как-то заигрывать, общаться. То есть такого ничего нет. Но, тем не менее, ребенок очень сильно тянет к мастеру. Мастер, 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 мастер. Надо помочь мастеру. Я побежала к мастеру. Мастер ждет меня. Мастер, мастер. А мастер такой, ему там это все вообще, наверное, не надо, наверное. Ему как-то гораздо приятнее работать одному. Там в тишине, в спокойствии, когда тут еще бегает ребенок. Еще подходит он к нему, там, э, ты что, вон там не оторвал? А ну оторви вон там, вон там надо оторваться. Еще добавок ему это подсказывает, помогает. Но мастер нет. Он как копошился там в своем углу, он так копошится там. То есть, в принципе, ему как-то это, пофигу, что там ребенок говорит. Ну, это, в принципе, это и правильно. Если, допустим, мастер бы обратил на него внимание, начал бы с ним общаться, то Дима бы просто сходил с ума. Он бы просто носился, сломил голову и все сбрасывал. Ну, в принципе, это было его вчера. Он чувствовал, что он поделал к бабушке, видимо. И у него просто уже с самого утра он был в утаре. И это было, не знаю, это было что-то с чем-то. Он и падал у меня. Кстати, он падает, но не плачет. Упал, встал, подбежал, меня вот так и обнял. Такие губки сделала. Как будто вот прям вот-вот, знаете, вот-вот, сейчас, вот-вот, сейчас, вот-все, прям начнет плакать. А тогда она меня обняла, такой маленький, тепленький, такое ощущение, как, знаете, «Мама, не переживай, я упал, но мне больно, я потерпу». Постоял чуть-чуть, успокоился, побежал дальше. Все. Даже не плакал. Даже не плакал уже. То есть вот ребенку три с половиной года уже не плачет. Еще в прошлые разы, вот там три-четыре ему было, я замечала, он не плачет ребенок. Думаю, знаешь, как ребенок взрослеет, а? Уже не плачет. Ну, может, не сильно упал, конечно, до крови было, там кровь текла, может, расплакалась пока. Конечно, может быть, да. Вот, уже взрослеет. Я обняла, как будто бы, чтобы я не переживала. Вообще, прям классно. Ставьте лайки, 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 кто досмотрел до конца, тоже ставьте лайки. Пишите, Димочка, молодец. Димочка, взрослеет, Димочка, умничка. Так я буду понимать, что вы досмотрели до конца этот ролик. А также пишите, правильно ли я сделала то, что написала этой девушке. Написала советы. Ну, не знаю, может, правильно, может, и нет. Наверное, если была бы я более воспитанная, то, наверное, нет. Ну, блин, у меня реально анкета не очень. Ну, согласитесь, не очень. Кажется, как будто девочка с деревни пытается заработать. Ища людей. Ну, лично мне так показалось. Вы пишите свои комментарии, и там отдельно выйдет этот ролик. Там тоже напишите свои комментарии, как считаете вы. Вот, другие люди будут считать. Может быть, вы тоже уже попадали в такие истории. Потому что я попадала в такие истории, и, как правило, я регистрировалась. И после этого человек просто исчезал. Когда я ему писала, помогите, я не могу понять вот это, вот это, вот это. Пожалуйста, объясните мне, как делается вот правильно вот здесь. Я просто говорю, разбирайся сама. Мама, это твои проблемы. Все. То есть, как-то, блин, я понимаю, что я ничего этого не знаю. Как бы, блин, куда мне деваться? Где мне взять помощь? Я просто бросала. Арифлэмом я вообще не занималась. Мэри Кейт у меня тоже в итоге я бросила, потому что мне никто не помогал. Эйвоном вот только у меня прям девочка молодец. Она меня прям долго-долго вела и потом вот довела в итоге. До того, что мне пришлось еще оплачивать 300 рублей, потому что там кто-то заказал у меня. Ну, ладно, так было и нужно. Так было и нужно. Мы должны проходить через все вот это, чтобы потом учиться на своих же ошибках. Так надо, чем просто сидеть. А я люблю где-нибудь всегда тыкаться, тыкаться, какие-то получать знания, куда-то там влазить, какие-то там истории всякие. И хорошие, с хорошим моментом, ответом. Все, я уже заговариваюсь. Ладно, давайте с вами будем прощаться. Времени уже много прошло. Обязательно подписывайтесь. Обязательно. Жмите на колокольчик. Дри-дри-дри-дри. Чтобы не пропустить какой-нибудь новый ролик, который выйдет уже завтра. Ну, да, завтра у меня влоги выходят, да. Вот. Обзоры на технику, обзоры на продукты, фоны, живопись. То есть, да, кстати, у нас появляется с вами новая, как там любят это говорить, рубрика. Проверка магазинов на чистоту. Один ролик там уже есть, но это нужно все-таки еще побольше разработать мне, этот ролик. Видимо, не ролик, а именно эту рубрику. Не знаю, не нравится мне это слово, рубрика. Плэйлист. Плэйлист. Это красивее звучит. Вот. Нужно как-то разработать, нужно как-то это. Но он уже появился, и я начинаю уже об этом думать. Вот. Так. Подписывайтесь. Да, лайки. Обязательно ставьте лайки. И пишите комментарии. Комментарии. Ну, лайки ладно, можно не ставить. Но комментарии обязательно пишите. Очень люблю читать ваши комментарии. Огромное всем спасибо, что вы мне пишете. Вот. Большое спасибо, что вы вместе со мной и смотрите. И всем огромнейшее вот такое вот спасибо, кто досмотрел до конца этот ролик, кто сумел досмотреть до конца. Потому что, когда я монтирую, мне реально иногда просто тяжело монтировать. Иногда засыпаю во время монтажа. Но потом я начинаю сама себя веселить в этом маленьком экранчике. И тут же я просыпаюсь и начинаю хохотать от самой себя. Это вот так происходит. Вот. И все. Короче, ладно. С вами был канал Artmania. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok